Календарь автомобильной истории в которой мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 4 апреля. 4 апреля 1885 года российский автоконструктор Евгений Яковлев подал градоначальнику Санкт-Петербурга прошение о строительстве во дворе собственного дома на набережной Малоневки Сарая, который можно было бы использовать под мастерскую двигателей. Стройка длилась 8 месяцев. До постройки мастерской Яковлев работал над двигателями внутреннего сгорания в подвале дома. Менее чем через 10 лет стараниями Яковлева и Фрезе появится первый русский бензиновый автомобиль. В этот день в 1929 году не стало немецкого инженера Карла Фридриха Бенца, одного из столпов автомобилизма, представившего публике автомобиль, который считается первым в мире. 4 апреля 1931 года в столице Ливана, Бейруте, стартовал желтый рейд полугусеничных автомобилей «Ситроенке Гресс». 6 моделей С4П-17, 1 С4П-14 с прицепами по Центральной и Юго-Восточной Азии. 12 февраля 1932 года, покрыв 12 115 километров страшного бездорожья, машины прибыли в Пекин. Желтый рейд – это трансазиатский пробег, организованный знаменитой французской компанией «Ситроен». Чтобы обеспечить продвижение экспозиции понадобилось по меньшей мере 11 караванов, то есть 622 верблюда, доставивших 50 тонн различных грузов, топливо, питание, запасные части и прочее в самые отдаленные точки Центральной Азии. Что характерно, без живой силы, без верблюдов в данном случае не обойтись. 4 апреля 1931 года скончался Андре Мишлен, создатель знаменитой фирмы по производству автомобильных покрышек. 4 апреля 1934 года светоотражающее устройство «Кошачий глаз», придуманное изобретателем из Йоркшира «Перси Шоу», впервые используется на дорогах около Брэдфорда в Великобритании. 4 апреля 1960 года в специальном конструкторском бюро ЗИЛ построено шасси ЗИЛ-135Е для размещения пусковой установки 2П-21 тактического ракетного комплекса «Луна». 4 апреля 1961 года новая мобильная платформа для крупногабаритных пусковых установок вездеход ЗИЛ-135Л вышла на испытания. В этот день в 1966 году на Ярославском моторном заводе собран первый опытный образец советского автомобильного газотурбинного двигателя. В этот день в 2012 году на заводе УАО «АвтоВАЗ» в Тольятти съехал с конвейера первый серийный универсал «Лада Ларгус» с номером 00001. В церемонии запуска производства автомобиля принял участие премьер-министр Владимир Путин. «Лада Ларгус» — первый крупномасштабный совместный проект «АвтоВАЗа» и альянса «Рено-Ниссан», адаптированный под эксплуатацию в российских условиях «Универсал повышенной вместимости». Ну а на сегодня всё. Завтра ждёт нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале выходит свежий выпуск «Календаря». Подписывайтесь на канал, так вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова